Мэр Славянска подает судно городских активистов. День Соборности Украины несколько сотен людей из разных городов Донецкой области прошли с факелами и патриотическими речевками по улицам Славянска. Во время митинга из толпы неоднократно звучали угрозы в адрес городского руководства, рассказывает мэр. Конкретно звучали слова о том, что готовы какие-то мешки, ящики, что дайте только сигнал, мы зайдем в исполком и наведем, упакуем кого. Когда рядом враждебно настроенные люди с факелами, выкрытие в речевке, кого-то там на геляку и так далее, в адрес меня и других людей. Городской голова собирается подать в судно участников митинга. Он считает, что факельные шествия только нагнетают обстановку в напряженном регионе. И как компромисс предложил проводить подобное мероприятие на горе Карачун, что в окрестностях Славянска. Более того, настроен решением исполкома, если понадобится сессия, рекомендовать данное мероприятие проводить за чертой города, к примеру, на горе Карачун. Я думаю, замечательно будет смотреться от стороны города и с района, и с Краматорска будет видно, пожалуйста, устраивайте факельные шествия там. С такой постановкой вопроса категорически не согласны организаторы шествия патриотической организации города. Это все равно, что запретить, наверное, дышать, запретить вообще людям ходить. Активисты говорят, они намерены провести следующее шествие уже в ближайшее воскресенье. Мы сейчас опять даем очередное собрание, пользуясь случаем, объявляем очередное собрание о проведении Дня Крут с факельным шествием. И вот как бы, если он хочет поприсутствовать, пусть приходит, пожалуйста. Славянский городской глава уже дал задание подготовить письма в СБУ, руководителю штаба АТО и руководству областного управления национальной полиции по факту угроз. Продолжение следует...